Повод вернуться к событиям 2014-го на Украине дал на этой неделе немецкий журнал «Шпигель». По его данным, американский генерал Филипп Бридлов до мая этого года главком силами НАТО в Европе активно разжигал конфликт в Донбассе. В интернет выложена переписка Бридлова с его, как это назвал Шпигель, сетью тайных провокаторов. Письма большей частью относятся к периоду после воссоединения Крыма с Россией. В то время Бридлов делал разные громкие заявления, добивая, чтобы Запад начал поставки оружия украинским властям. Мол, иначе распадется НАТО, а Китай расширит зону влияния в Тихоокеанском регионе. Такие сценарии генерал обсуждал с одним из самых доверенных своих информаторов Филиппом Карбером, который, как уточняется, еще в 80-е строил теории о советской угрозе на основании документов, признанных потом подложными. Среди участников переписки упоминается также бывший госсекретарь Колин Пауэлл. Он, напомню, обвинял Ирак в производстве биологического оружия, пробирку с непонятным порошком приносил в ООН, после чего Соединенные Штаты начали войну, свергли Саддама Хусейна и позже казнили его. Писал Бридлов и помощник у нынешнего госсекретаря Виктории Нуланд, известный своими визитами на Майдан за пару месяцев до переворота в Киеве. Сейчас не исключают, что она сама может стать во главе американской дипломатии, если на выборах президента, о них еще будем говорить сегодня, победит Киллари Клинтон. Более умеренного по сравнению с ней Барака Обама Бридлов в переписке характеризовал как препятствие, как, кстати, и Ангелу Меркель за участие в поисках мирного сценария для Украины. Шпигель напоминает, что ведомство федерального канцлера еще в прошлом году назвали высказывание генерала опасной пропагандой. Теперь Берлин, похоже, нашел подтверждение своей правоты.